МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ладно, тебе пора. Ой, я совсем забыла. Это тебе. Что там? А ты открой и посмотри. Нравится? Ты что, дурак? Ты знаешь, только они стоят? А мне плевать. Мне надоели твои жалкие подачки, ясно? А ты что орешь-то? Мне нужны мои деньги, ясно? А я тут при чем? Это твой брат наследство зажал. Он твой муж. Могла бы поговорить с ним, я же тебя просил. Да он за копейку удавится. Если бы ты знал, как мне те жалкие подачки достаются. Вот если бы он... Нет. Он будет жить вечно. Давайте-ка мы вас в больницу положим. У вас, возможно, двухстороннее воспаление. Это не шутка. Подумаешь, Каши. И нечего меня пугать. Вы не понимаете. Если запустить, возможен даже летальный исход. Нет, я буду лечиться дома. Знаю я ваши больницы. Да погодите. Не волнуйтесь. Мы вам отдельную палату организуем. У нас симпатичные сиделки. Абираловка. Знаю я вас, Шуликов. Буду лечиться дома. Бесплатно. Все. Все. Точка. Ну, как хотите. Это новый препарат, тетрасамицин. В ампулах, внутримышечно, два раза в день. Он вам поможет. Дорогой, небось. Милый, это не важно. Главное, чтобы ты поправился. Это тебе. Тебе не важно. А деньги счет любят. Применяйте с осторожностью. Не превышайте дозировку. На него может быть сильная аллергия. Ну, я не умею колоть. Зато я умею. Всего доброго. Ну, вот и все. Чудно. А ты знаешь, что он завещание не оставил? Все достанется мне. Ты же ему не родной брат. Что? Как это? Он же обещал, сказал, что все по-честному будет. Не успел, видимо. Ты поторопился. Ты что говоришь? Ты что, с ума сошла? Да ладно тебе. Это ж ты его убил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем пришел? Открой! Поговорить надо! Уже обо всем поговорили. Я уезжаю в Москву! Я тебя не пущу! Открой! Я сломаю дверь! Я полицию вызову! Ах так? Так! Я люблю Дрюкова и уезжаю с ним в Москву! Мы поженимся! Не отвлекай меня! Я собираюсь! Свадьбы не будет! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, что? Да, вон, видишь, агрели с чем-то тяжелым по затылку. Череп мужику проломили. А мы здесь при чем? Да при том, нас вызвали из-за мобильника. При осмотре трупа нашли телефон в руке. А когда увидели, что в нем, сразу вызвали нас. А что там в мобильнике? В мобильном телефоне, найденном в руке убитого, обнаружены вот эти фотографии. Что вы можете по ним сказать? Сделаны днем, судя по освещению. В лесу, с преобладанием лиственных пород. Надо будет посмотреть дендер-карту области. Разбирайтесь. Надо выяснить, где сделаны эти фотографии, ну и, естественно, найти труп девушки. Ясно, будем работать. Забирайте. В карманах пусто. Ни документов, ни бумажника. Вообще ничего. Может быть, по мобильному телефону удастся восстановить личности. Будем надеяться. А у тебя чего? Ничего. Ни следов волочения, ни следов крови. Ничего. Значит, убили не здесь? Однозначно. Я думаю, его привезли, усадили на остановке и уехали. А зачем? Почему просто не выкинуть на обочину? Хороший вопрос. Я думал об этом. Не знаю. О, что? Непруха. Мобильник без симки. Ой, тоже у меня проблем. По серийному номеру проверяй, где его купили. Может, кредитки расплатились. Это было бы шикарно. Только телефон с таким серийным номером официально не продавался. Как это? Как это? Как это? Очень просто. Торговая сеть продавала контрабандную партию. Так что у нас тупик. Да-да-да, я все понял. Спасибо. Так, слушай. С моей стороны камер ГИБДД, но подъезда к этой остановке нет ни одной. У меня тоже. Я связался с ГИБДДшниками. Они говорят, что примерно в четырех километрах до остановки и через три после есть камеры. Ага. Очень хорошо. Только нам это ничего не дает. Увы и ах. Давай, пока я с батарейки отпечатки сниму. На корпусе телефона отпечатки пальцев нашего трупа. А у тебя что? Работаю. Ты их по базам пока погоняй. Гоняю, гоняю. На батарее есть отпечатки пальцев? Но не убитого. Может, они и принадлежат девушке с фотографией? Может. Я тоже их по базам прогоню. В базах отпечатков убитого нет. У меня тоже пусто. Совпадений по базам нет. Что делать будем? Записной книжки в телефоне нет. Есть только эти фотки. На автобусной остановке найден убитым неизвестный мужчина. В руке у него обнаружен мобильный телефон. На заставке телефона окровавленное лицо мертвой девушки. Установить личность по телефону убитого не удается. Аппарат контрабандный, сим-карта в нем отсутствует. Никаких звонков и записной книжки нет. Отпечатки пальцев с телефона в базах не состоят. Эксперты решают найти мертвую девушку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, вижу. Классика? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алло, Иван, это Антонова. Зайди ко мне. Хорошо, уже иду. Антонова там улик на скребла. Пойду заберу. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего такой сияющий? Кажется, я нашел зацепку. Чаёчек, чаёчек, чаёчек! Давай, чашки, чашки. Чашки, чашки есть. Поесть надо. Ложечки принеси, пожалуйста. Ложечки. Держи свои ложечки. Вы уже здесь? Очень хорошо. Будьте наготове. Холдов сообразил, где нужно труп искать. И с чаепитим не затягивайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, есть новости? Есть ты, как всегда, вовремя, Галина Николаевна. Правильно. Это я Котова с Даниловым все время не в тему работать заставляю. А с тобой другое дело. Смотри, на коже убитого интересный гель для душа. И чем он так интересен? Формулой. В нем содержится окситамин. Содержание вещества в два раза больше, чем в обычном геле. Что это такое? Это вещество, снимающее раздражение от пота, смягчающее кожу. Ясно. Что-то еще? На волосах трупы микрочастицы ткани. Я так думаю, что это от полотенца. А на этих микрочастицах дезинфицирующее средство и явно не домашнее. Хорошо, Валь, спасибо. Пойду к Холодову. Он меня тоже обрадовать хотел. Спасибо вам огромное. Тогда наши оперативники с вами свяжутся, и вы объясните, как найти это дерево. Так? Хорошо. Спасибо большое. Вы нам очень помогли. Нет, это рабочий телефон. Ну, хорошо. Звоните. А Холодова пригласили на свидание. А это не твое дело. А что за шурмур? Галина Николаевна, исключительно ради дела. Подтверждаю. Холодов дело почти раскрыл. Пойдемте, я покажу. Видите? Вот эти цифры. Так отмечают деревья на вырубку. Я связался с Минприроды, и они отправили меня в лесничество. А потом пригласили Холодову на свидание под этим деревом. А-а-а. Там объяснят, котову и Данилу, где находится это дерево, и где были сделаны эти фотки. Отлично. Кстати, в образце грязи, который дала Антонова, следы ржавчины и продукты горения различной древесины. Ищите. Ищите. Ну, что здесь искать? Это ж поводок весенний, все течет. Давайте, ищите, ищите. Следы ищите. Кость! Иди сюда. Вроде здесь. Ага. А где труп? Что? Я не знаю. Не то дерево. Да как это не то? Смотри, цифры те же, дерево тоже, местность та же, только без трупа. А-а-а. Надо искать труп. Надо искать труп. Да. А-а-а, кинологи? Что значит нет трупа? Ну, расширьте зону поиска. Что, вас самоучить надо? Что? Что тут случилось? Да котов с Даниловым у себя под носом труп найти не могут. Как дети малые. Зато я нашла производителя геля для душа. Этот гель, расфасованный в одноразовые пакетики, компания поставляет фитнес-клубы и отели по всей стране. И как это нам поможет? И еще. Я нашла прачечный комбинат, работающий с дезинфицирующим средством, которое я нашла на волосах нашего трупа. И я что-то не понимаю. По этим двум спискам, клиентам косметической компании и клиентам прачечного комбината, есть ряд пересечений. В том числе и сеть клубов «Фитнес-жизнь». А наш труп спортивного телосложения. Я думаю, что надо поискать там. У меня ничего! А у тебя? У меня тоже! Даже капель крови нет! А ведь труп ровно здесь лежал. Что делать будем? Прочешем все по расходящемуся радиусу! Так, следов волочения нет. Значит, преступник нес тело на себе. Очень сильный человек. Очень. Очень сильный человек. Валь, будь другом, подержи, пожалуйста, ему голову прямо. А что ты хочешь делать? Сфоткать. А. Понимаешь, у фитнес-клубов есть свои базы фотографий клиентов. А ты что, я не знала. Да, система карт со штрих-кодом. Каждому штрих-коду соответствуют фотографии. Держи. Того, кому карта принадлежит. А зачем? Ну как? Чтобы куча друзей и приятелей не ходили по одной карте. Разумно. Ага, без рук. Вот, я сделал фотографии. Сейчас прогоню по базам. Может, удастся опознать твоего клиента. Отдай! Алло, Галина Николаевна, мы прочесали периметр в радиусе километра. Докладываю. Полицейские собаки обнаружили три трупа. Что? Три трупа? Два трупа птичек. И одна белка. Слышите? Одна белка. Никаких человеков. Следов крови тоже нет. А может, ты плохо сфотографировал? Я хорошо сфотографировал. Тогда почему совпадений нет? Не знаю. Может, он не ходил на фитнес. Есть! Ладно. Есть мысли, куда труп делся? Нет? Ну, тогда возвращайтесь. Что там без толку торчать? Ты уверен, что это правильное дерево? Уверен. Даже по дендрокарте совпадает. А куда тогда делся этот чертов труп девушки? Я не знаю, куда делся труп, но я знаю, чей труп лежит у нас в морге. Неужели? Да. По базе клуба «Фитнес-жизнь» мы нашли паспортные данные этого человека. Ну, а там уже дело техники. Игнатенков Георгий Анатольевич. 37 лет. Холост. Прописан в Подмосковье, в собственном доме. Я туда отправлю Кутова и Данилова. Прошу идти. Иди. Хоть бы знаешь, что мы ищем-то. Знал бы Априков, жил бы в Сочи. А что там Антонова говорила? Следы ржавчины в ране. Кость! Что? Иди сюда. Смотри-ка. На кочерге следы крови. Ну, вот уже что там. Я в гараже. Девушка. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Понял. Спасибо. Что случилось? Я пробил номер, зарегистрированный на этого Игнатенкова. Вчера поздно вечером с него звонили в гостиницу. Дубровка Хаус. А кому? Не знаю. Оператор говорит, наверное, много никого не помнит. Ладно, с этим потом разберемся. У меня есть идея. Нужна твоя помощь. Идея, значит, твоя помощь. Моя нужна? Угу. Говори. Предлагаю заняться камерой наружного наблюдения на остановке. До остановки и после нее. Где-то с двух часов ночи и до того времени, когда его нашли. Когда его нашли? Шесть утра и до шести утра. Там расстояние большое. Не перебивай. Расстояние большое. Но на этом участке дороги нет ни светофоров, ни сложных переездов, ни перекрестков. Ни что? Не перебивай. Средняя скорость машины. Где-то шестьдесят километров в час. На этом участке дороги за это время машина проедет где-то минут за семь. Понял. Если машина останавливалась для того, чтобы выгрузить тело на остановке, то время прохождения увеличится. Правильно. Нужно сделать программу. И посмотреть, какая машина попадется. Можно усложнить задачу. Можно учитывать скорость въезда в обе камеры и выселить в среднюю. А дальше все как ты придумал. Молодец. Все, не мешай работать. Ой, глазки загорелись. Работать его не мешай. На автобусной остановке найден труп неизвестного мужчины. В руке трупа обнаружен мобильный телефон. На заставке телефона фотография мертвой девушки. Экспертам удается вычислить место в лесу, где была сделана эта фотография. Оперативники прочесывают лес, но трупа не находят. В это время в лаборатории ФЭС эксперты устанавливают личность погибшего мужчины. Это некий Георгий Игнатенков. Оперативники выезжают в дом к Игнатенкову. Данилов! Данилов, иди сюда! Чего? Я, кажется, нашел место, где этого Игнатенкова убили. Пятно круги видишь? Да, вижу. Гараж есть, машин нет. Значит так, я понял. Его вывезли на собственной машине. Значит, надо ее найти. Ну вот, несколько автомобилей есть. Можно работать. Я пробью их по номерам. Алло. Да. Как раз этим занимаемся. Что? Думаешь, труп Игнатенкова вывезли на его машине? Хорошо. Игнатенков есть в списке. Я сейчас машину его увеличу. Водителя не видно. Разрешил? Да нет, невозможно. Разглядеть водителя невозможно, сори. Да, я понял. Ну что, придется обходиться своими силами. Сдашь, ну и обойдемся. Возможно, кто-то свой его грохнул. Не сиди там. Подойди сюда. Посмотри, что я нашел. Шприц. Интересно? Интересно. Я тут родственников Игнатенкова поискал. Нашел? Прямых нет. Смотри. Его отец умер, когда Игнатенков был еще ребенком. Мать его вышла замуж за Николая Мухина, а у этого Мухина уже был сын. Семен Мухин. Старший Игнатенкова на 10 лет. Почему фамилии разные? Мухин его разве не восстановлял? Нет. Так, смотрим дальше. Мухин и мать Игнатенкова два года назад погибли в автокатастрофе. Слушай, надо навестить этого Семена Мухина. В конце концов, он единственный родственник этого Игнатенкова. Очень родной. Посмотрим, где прописан. А, это что такое? Что? Мухин Семен Маркович выписан в связи со смертью. Слушай, а может быть, дело в наследстве? Угу. Мухин был женат. Ну, так надо поговорить со вдовой. Такая дева. Вы уже здесь? Очень хорошо. Галина Николаевна, в доме Игнатенкова, судя по всему, мы нашли орудие убийства. Это кочерга. Она уже в лаборатории. И еще нашли обручальные кольца и копию квитанции об оплате госпошлины в ЗАГСе. Значит, он собирался жениться. А на ком? Выясняем. Выясняйте. А ты побеседуй со вдовой Семена Мухина. Это брат Игнатенкова. Неродной. Был. Кровь в гараже я уже проверил. Она принесла Григорию Игнатенкову. Сейчас узнаем все про кочергу. А ты знаешь, что он несколько раз звонил в Таранск? И совсем недавно ездил туда. А вернулся почти через месяц. Что же он там делал? Не знаю. Здесь не указано. Кровь и волос на кочерге принадлежат Игнатенкову. Этой кочергой его и убили. Нет. Сема ничего Жоря не оставил по завещанию. Он вообще не писал завещание. И значит, все мое. Понимаю. И по закону он не может ни на что претендовать. Совершенно верно. Но я не жадная. Я бы поделилась. Но вы говорите, он умер? Его убили. Не знаете кто и за что. Понятия не имею. Может, из-за женщины он неразборчив был в связях? Ясно. А ваш муж от чего умер? От воспаления легких. Я его неделю назад похоронила. У вас все? Галина Николаевна, я все в этом ЗАГСе разузнал. Кто, на ком, зачем. Значит так. Игнатенков Георгий Анатольевич полюбил и женился на прекрасной девушке Рожковой Екатерине Васильевне. Из славного города Таранска. Интересно, где это находится? Ну, вот завтра и узнаешь. Мне неинтересно. Понимаешь, наш Игнатенков месяц жил в этом Таранске. Может быть, убийца за ним оттуда приехал? Пойдем, я пробью адрес тебе этой Кате. Галина Николаевна, повидался я с Давой Мухина. Она теперь и так богатая. Так что мотива убивать этого Игнатенкова я у нее не нашел. Ну что, опять хулиганичаете, а? Я? Да вы что? Я вам еще три дня назад сказала. Нету Кати. Уехала она. Замуж уходит за Георгия. Подождите, вы что-то путаете. Я только утром приехал. Ой, и правда, это не вы. Нет, простите, я это я. Я капитан Котов Константин Сергеевич из федеральной экспертной службы. Мне нужно с вами поговорить. Дело в том, что Катиного жениха убили и... А, почти. А Катя, Катя где же, а? Ну, мы пока не знаем. Позвольте, я пройду. Да. А вы мне расскажите про того парня, который хулиганичал. Как его зовут? Да я не знаю, как его зовут. Он сначала увивался и увивался за Катю, а Катя так, шутила с ним, да и только. А потом этот Георгий появился, да? Да, но Катя сначала скрывала отношения с ним, а потом, когда решили пожениться, она рассказала. Так этот бывший, как резанный орал, прямо осатанел, по дверью кричал, грозился. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А вот найти его как? А у Кати на работе. Он, кажется, оттуда. Я вам сейчас адрес принесу. Нет-нет, я вам лучше напишу. Спасибо. Пирожки на экспертизу. Это что это у тебя за страшилка? Сам не пойму. Это было в шприце. Новая синтетика. А что это мы так заинтересовались? Не думаю. Это какая-то смесь веществ. Надо разложить на составляющую. Ну, дай я шприц пока опечатки сниму. Все-таки заинтересовался, да? Значит так, в телефоне Гнатенкова именно ее фотография. Да нет, я ничего не говорил. Мы ж тел пока еще не нашли. Ну, вот когда найдем, тогда иди, да? Угу. Ну, что там у тебя? Разгадал загадку? У меня чего-то знает что. Ну, да. Смесь антибиотиков с училиным ядом. Что это такое? Не знаю. Точно могу сказать одно. На шприце отпечатки Георгия Игнатенкова. Мне эта смесь очень не нравится. Надо связаться с больницей, где Мухину делали заключение о смерти. Вот такая версия. Екатерина Рожкова собралась замуж за Георгия Игнатенкова и приехала к нему в Москву. А ее бывший, мы не знаем кто, приехал за ней, убил ее и жениха. Делов-то осталось всего ничего. Установить личность ее бывшего. Вот как раз Котов этим сейчас и занимается. Да, но где труп Кати? И почему телефон с фотографиями трупа он оставил на теле Георгия? И почему он вообще после всего куда-то дел труп Кати? Я ничего не понимаю. Может он просто псих? Это многое объяснило бы. У нас просто не бывает. Слушаю. Да, сейчас подойду. Ну что, Валь? Да мне прислали заключение о смерти Семена Мухина. Вижу, вижу. Молниеносный обширный отек легких. Если мне не изменяет память, то при двустороннем воспалении легких такое редко, но бывает. Бывает. Но меня смущает пчелиный яд в шприце с антибиотиком. Он мог вызвать такой же молниеносный и обширный отек легких, но только, как ты понимаешь, другой природы. Аллергический отек? Именно. У него могла быть реакция на пчелиный яд. Или насильный антибиотик. Ну... Знаешь что, Валь? Все-таки придется. Нет, Галя. Да, да, Валь. Эксгумация. Сегодня уже не успеем. Завтра. Галя Николаевна, узнал я про ее бывшего. На Катиной работе рассказали. Значит, это некто Максим Аркадьевич Елисеев, программист. Не, а он уехал. Куда никто не знает. Взял три дня назад отпуск за свой счет и телефон выключил. Ладно, Костя, возвращайся. Я думаю, что он здесь, в Москве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, Валя. Доброе утро. Ну что, как дела? Ну смотри, согласно реакции ткани, у Мухина вполне могла быть сильнейшая аллергическая реакция на пчелиный яд. На антибиотики точно нет. Он их регулярно в последние дни колол или пил. В тканях есть остаточные составляющие. Приехали. Подозреваю, что Мухина могли убить. Но кто? На шприце отпечатки пальцев своего сводного брата, Игнатенкова. О, какие люди. Доброе утро, только приехал? Да, даже домой не заезжал. Новости есть какие-нибудь, товарищ полковник? Холдов и Тихонов пытаются Елисеева найти. Уже нашел. Наш Елисеев остановился в гостинице. Угадайте, какой? Ну, это куда звонили с Игнатенковского телефона? В гостинице Дубровка хаос. Да, я тоже так подумал, позвонил им, чтобы уточнить. Они подтвердили, Елисеев остановился именно у них. Пошли. Оружие надо, оружие надо взять. Оружие! На автобусной остановке найден труп Георгия Игнатенкова. В руке у него обнаружен мобильный телефон. На заставке телефона фотография мертвой девушки в лесу. Оперативники находят место убийства девушки, но труп найти не удается. Выясняется, что Георгий собирался жениться на Кате Рожковой из города Таранск. Приехав к ней домой, оперативник обнаруживает, что убитая девушка и есть невеста Георгия. Он также узнает, что бывший поклонник Кати поклялся не допустить свадьбы. Не знаю, где это Елисеев. Может, он уехал? Вот как бы он уехал, он не выписывался. Да что ему здесь делать? Всех, кого он хотел убить, убил уже. Стой! Иди сюда! Вон он там. Это не он? Да откуда я знаю? Тебя Холодов снабдил, фотка из паспорта. Вот смотри. Вон он. Иди сюда! Это он. Класс! Это Катя Рожкова, труп. Живой здоровый. Господин Елисеев? А в чем дело? Ребят, мы из федеральной экспертной службы. Капитан Данилов, капитан Котов. И что? Я только три дня как приехал. И сегодня уезжаю. Мне регистрация не нужна. А нас ваша регистрация не интересует. У нас к вам другие вопросы. Я ничего не знаю про смерть этого вашего Игнатенкова. Зачем вы приехали в Москву? Чтобы помешать Кате выйти замуж. Он плохой человек. Был. Я же видел, он не любил Катю. Он развлекался. И поэтому вы убили Георгия Игнатенкова? Чтобы помешать свадьбе? Я его не убивал. Не убивал! А кто убил? Понятия не имею. Что вам рассказала Катя? Ничего. Рассказала? Нет. Кать! Увези меня. Пожалуйста. Что случилось, Кать? Не спрашивай, увези. Конечно, конечно, увезу. Он что, обидел тебя? Я его убью. Я его убью. Изучаешь мобильный Катя? Угу. Только это не мобильный Катя. Как это? Это мобильный Георгия. Круто. Я ничего не понимаю. Кто сделал вот эти фотографии? Жора. Вы можете мне объяснить, зачем вы изображали труп? Могу. Чтобы Ленка думала, что я мертвая не убила меня. Настоящему. Какая Ленка? Папина жена. Вы не знаете. Семен Мухин мой отец. Я его внебрачная дочь. То есть вы можете претендовать на половину наследства? Да. Я ничего этого не знала. Мне Жора рассказал. Сказал, что мы имитируем мою смерть. А потом подадим на наследство. И в гостиницу меня поселил. А почему было сразу не подать на наследство? Зачем такие сложности? Я не понимаю. Жора сказал, что так надо, чтобы имитируем мою смерть, чтобы Ленка меня не грохнула. И я тогда поняла, что он со мной из-за этих денег. И вы позвонили Елисееву? Да. Он меня забрал. Потому что он меня любит. Смотри. Тут какой-то аудиофайл. Включай. Ты с ума сошла? Хватит орать. Ты просто убьешь ее, и все. И получишь ее половину денег. Это я тебе обеспечу. Да иди ты. Я и так все получу. Всю долю получу. Я просто женюсь на ней. Ты ничего не получишь. Ты убил Семена и сядешь за это. Что ты несешь? Он умер от воспаления. Он умер от пчелиного яда. У него всегда была жуткая аллергия на продукты пчеловодства. Здесь шприц с твоими отпечатками, а внутри пчелиный яд и с антибиотик. Ты. Это ты убийца. Улик больше нет. Какой же ты все-таки наивный. Неужели ты думаешь, что я тебе последнее отдала? Сколько ты делал уколов? Три. Короче. Или ты убьешь девчонку и получишь шприцы и деньги, или сядешь и ничего не получишь. Вот уж никогда бы не подумала, что у этого придурка хватит на мозгов разговор записать. И что? Это был просто треп. Спасибо, Андрей. На вашей куртке обнаружена кровь Игнатенкова и его мозговое вещество. А на ваших перчатках смесь ржавчины и продуктов горения, идентичных веществам, обнаруженным на кочерге. Последнего свидетеля убрали? Хватит! Хватит! Ну вот, теперь ты богачка. Зачем я тебе? Дурак.